Только что вышел последний сезон Сладкоежки, и после года ожидания этих 8 эпизодов я скажу, что это того стоило. На мой взгляд, это лучшая часть шоу, которая закончилась так, что дала нам ответы о происхождении больных и гибридов, затронув эмоции, вшитые в сюжет. Итак, давайте перейдем к видео и разберем все, что можно было узнать из шоу. Вот Сладкоежка, сезон 3, разъяснение конца. Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Конец. Когда мы подошли к концу шоу, мы увидели, что Газ, Джеб и Птичка попали в поиски пещеры, в которой была кровь земли. То, что взято из пещеры столетвием назад капитаном Таккером, вызвав появление больных и рождение гибридов. Хотя они и путешествовали вглубь пещеры, совершенно не понимали их истинных целей. Юнг была главной злодеей сезона, намереваясь помешать миру воспроизвести гибридов. Как только у нее будет кровь земли, она собиралась создать вирус. Все гибриды будут убиты. Она хотела, чтобы мир был только для людей. Так, между Газом, Борди и Юнг был четкий набор различных убеждений. Юнг последовала за ними в пещеру. Газ обозначил проблему людей для земли. Он увидел, что все, что люди делают, это берут, воруют, лгут и поворачиваются друг против друга. Черты, выявляющие худшее в человечестве, ведь ощущали, что они заслуживают мир, не оставляя шансов другим видам. Кажется, в этом состоял более глубокий смысл сериала. Факт эгоистичности людей как вида и опасности потери контроля. Потеря разнообразия, разрушение земли, и мы думаем только о своем виде. Но, как видели в сериале, людей под конец все же уничтожили. Но об этом поговорим позже. Доктор Синг предал Гасса и Джепа, ведя Юнга к пещере. Цель всего этого – исполнение его судьбы – убить Гасса в той пещере. Однако, когда дошло до сути, он осознал, что не тем, кем хочет быть. Он показывал себя худшей стороной человечности и не хотел так. Он был тем, кого его жена увидела в нем перед уходом в конце второго сезона. Вместо убийства охранника Юнга его поймали, и Юнг вытащил топор Такера из дерева. Это привело к тому, что каждый человек заболел, и это означало, что все они будут уничтожены в этот момент. Однако Гасс подошел к дереву и обмазал его своей кровью, а затем увидел Ричарда. В этой сцене они обсуждали, что смерть – это просто часть жизни, и что это нормально двигаться дальше, и что это часть цикла. Как только он проснулся, он поджег дерево и позволил природе идти своим чередом, позволив ей решать, смогут ли люди жить или нет. Или это означает, что гибриды будут последними в своем роде. Болезнь была остановлена из-за Гасса, но когда Джинджер родила ребенка, мы увидели, что это был гибрид, а не человек. Это означало, что люди, которые остались на Земле, будут последними, кто когда-либо существовал. На половину люди, на половину животные были видом, который увидит Землю в ее следующей фазе, потому что люди так долго делали это неправильно. Во время побега из пещеры доктор Сингх спас Гасса от падающего камня, показав искупление. Он был шансом исправить ошибки прошлого. Он стал тем, кого жена видела на последних минутах. Человечество выжило, раскрывшись шанс искупления. С уходом больных последние люди нашли новую цель сохраниться живыми, объединившись. Мы видели, как люди Джжана объединились с людьми из аванпоста для новой жизни. Оскал смерти открывся для Джепа, раненого Джаном. Гасс рассказал символическую историю. Гасс был тем рассказчиком, которого мы слышали в сериале. Он выглядел так, будто бы состоял в отношениях с Венди и обзавелся с ней детьми и внуками с ней. Когда дело дошло до Джепа, он спросил, выжил ли великан, и сперва мы увидели пустой стул, но потом вышел Джеп, и они оба улыбнулись. Лично я думаю, что окончание открыто для истолкования. Выжил он или нет? Гасс рассказывал Джепу эту историю, чтобы, возможно, дать ему счастливый конец в его последние минуты, а не сказать ему, что он не вернулся. Пожилой Гасс сказал, что они сохранили великанов живых своими словами и историями, которые они рассказывали, так что это тоже говорит в пользу того, что он мог погибнуть на стороне горы в снегу. Однако аргумент есть определенно в пользу возвращения Джепа и его помощи в восстановлении святилища, поскольку он сидел там вместе с Гассом. Потому что давайте вспомним также, что Гасс был стар, когда рассказывал историю, так что Джеп, скорее всего, не был бы жив. Мне нравится идея, что это открыто для истолкования хоть. С обоими Джепом и Гассом, сидящими рядом, шоу перешло в черный и закончилось. Гибриды должны были стать единственным видом, который выжил после того, как люди вымерли, и что у них будет шанс свободно жить в мире, и оставить его в лучшем по сравнению с тем, когда они впервые туда прибыли. Моя рецензия на спектакль. Честно говоря, я думал, что это лучший сезон сериала. Думаю, второй сезон был хорош, но я думаю, что последний сезон действительно опирался на основные темы и сообщения, которые он хотел рассказать. И он также перешел на уровень тьмы, которого я не знал вполне ожидаемый. Моя единственная серьезная проблема с сериалом заключается в том, что я чувствую, что у него нет индивидуальности, когда дело доходит до целевой аудитории. Есть моменты, где шоу чувствует себя очень ПГ, но затем в других случаях язык, который используется, и некоторые другие вещи, которые показывают, создают впечатление, что он предназначен для более взрослой аудитории. Поэтому я нахожу, что иногда это немного проблема, и я думаю, что именно поэтому, возможно, в сериале не было успех, которого он, вероятно, заслуживает с историей и мощным посланием, потому что он почти не знает своей аудитории. В плане сюжета его темп передачи был отлично выполнен. «Восемь эпизодов – это идеальное число. Каждый сюжетный элемент получил нужное время. Я рад, что мы не видели Берди, пока Гус не прибыл. Не было необходимости. Также мне показалось интересным конфликт Рози с матерью вне основного сюжета. Хотел бы видеть больше искуплений у Рози. Она заслуживает. Возможно, переключение ее лояльности от матери, а не просто отход в конце. Актерская игра в этом сезоне была одной из лучших. Я думаю, Кристиан Конвери отлично справился с Гусом, особенно в последнем эпизоде, когда он был так эмоционален, спрашивая, хотела ли это дерево, и когда умерла Берди. Персонажи Джепа, Доктора Сингха, Джана и Медведя – отличные. Это был последний сезон, но хорошо завершен. Счастливый конец, хотя мрачноват. Больше нет людей, мир навсегда иной. Но планета получает шанс. Это заставляет задуматься. Шоу «Освежающее». Последнее время материал хороший, редкий. Последний сезон – горькая сладость. Уважаю, что мы получили конец. Не тянули до того, как шоу стало лишь тем, кем было. Вот конец третьего сезона «Сладкоежка». Сладкоежка. Субтитры создавал DimaTorzok